По мотивам русских народных сказок и майнкрафта В одной из семьях, где жил броник и фермерша, родился маленький мальчик Но вот случилась напасть Маленького мальчика похитила Баба-Яга И тогда старший брат отправился в поиски за младшим братом Но для этого ему нужно было сразиться с Эндер-Драконом Которого, конечно же, он сумел победить при помощи своего назеритового меча И затем настал черед битвы с ведьмой Он пришел к ней в лес на болото и начал драться Но она хитрая и, конечно же, включила замедление времени Но ему удалось выхватить ребенка, включить невидимость и быстро скрыться в лес Затем за реку, а потом за горы Но ведьма не теряла надежд Она позвонила в клуб, где веселились разбойники А у разбойников была вечеринка Они фотографировались, смеялись, включали музыку Видно хорошо, разжились И тут раздался звонок от бабы Егей И они, конечно же, пустились в драку, чтобы выхватить младшего брата А заодно и победить старшего Но они смогли найти маленький домик, где укрылись, застроили потолок стеклом Оставили только одно окошко, откуда он стрелял при помощи своего обычного лука Но стрелы у него были волшебные, отравленные Сверху нападали досаждатели Снизу выскакивали из земли большие щупальца Потом появлялись уже гигантские мобы Затем досаждатели стали уже появляться с мечами Вызыватели вызывали все больше и больше мобов Казалось, уже все потеряно Но вот оказалось, что внизу находится потайной проход Они открыли люк, спустились туда и принялись бежать куда подальше Даже не знаю, что там будет, ловушка или выход домой Вот они бегут по нему Проход был вырыт недавно, так как факела все еще горят Он смог выхватить оружие у одного из разбойников Побежал и нашел какой-то дом шахтера Не зная, что это, он выбежал из дома Побежал по шахте, нашел выход оттуда Выходит, и оказалось, что он попал в свою родную деревню и всех спал Они вернулись в деревню, все у них было хорошо И родители даже не узнали, какая история приключилась Но зато дети навсегда получили урок